все поехали значит второй вторая популярная проблема в регрессии нет я вижу вторая проблема это популярный это гетероскедастичность соответственно в чем суть проблемы у кого причины последствий что с этим можно сделать значит а нет это не значит что будет гетероскедастичность суть проблемы в модели обычно когда я исследую зависимости грек этого от каких-то регрессоров я для примера напишу 2 но это не влияет на суть проблемы обычная предпосылка для того чтобы работать с проверкой гипоид с построением доверительных интервалов для коэффициентов стандартная предпосылка о гетероскедастичности состоит в том что дисперсия вот этих случайных составляющих равна константе если у меня в выборке есть объекты разного размера но размер может быть все что угодно численности если юнитом если едицей является аптека то это ну да например вот и вот предпосылка она не всегда выполнена значит гетероскедастичность это нарушение из предпосылки о постоянной дисперсии случайной составляющей и соответственно суть ее состоит условно по иксам вот так лучше будет надежнее условная дисперсия при известных иксах если условная дисперсия при фиксированных иксах это не константа то ситуация называется гетероскедастичностью это плохо чем это плохо значит плохо это следующим причинам значит основная причина такая что все вот эти 3 статистики которые проверяют значимость коэффициента и в статистике которые проверяют значимость регрессии в целом вот эти все статистики врут ну то есть их конечно посчитать можно но они не имеют того распределения которого им гарантируют теоремы при гомоскедастичности то есть какая-нибудь статистика которая считается по формуле бета-житая с крышкой минус 0 делить на стандартную ошибку бета-житая с крышкой то есть вот эта статистика она при гетероскедастичности она уже не имеет т распределения с n минус к степенями свободы и более того даже к нормальному распределению 0 1 не стремится то есть проблема состоит в проверке гипотез то есть надо сказать что к счастью ну то есть это плохо что проверка гипотез доверительные интервалы которые r или там другой статистический софт выходит выводит по умолчанию они неправильно им доверять нельзя но хорошая новость состоит в том что вот это плохо а хорошая новость состоит в том что сами бета с крышкой неплохие несмотря на гетероскедастичность то есть несмотря на то что дисперсия и акционы этого при фиксированных лица не равна константе хорошая новость все таки состоит в том что бета с крышкой по-прежнему не смещенные то есть в среднем они равны настоящим бета и по-прежнему бета с крышкой состоятельные то есть если у нас достаточно большая выборка из одной генеральной совокупности если зависимость не меняется умери увеличение выборки то тогда бета с крышкой с ростом количества наблюдений стремятся к настоящим бета по вероятности что значит состоятельная анбайст не менее не смещенный анбайст вот это означает что в среднем оценка коэффициента равна то чем он оценивает может попасть выше может попасть ниже но систематического смещения это состоятельное означает что с ростом размера выборки бета с крышкой все более более похожи на бета но сходится по вероятности ну то есть это формально с математической точки зрения означает что в консистент формально с математической точки зрения эта фраза сходится по вероятности или состоятельно означает что вероятность того что бета с крышкой будет отличаться от настоящего бета больше чем на эпсилон это вероятность стремится к нулю для любого репсила при единственном общении с бесконечности то есть вероятность больших уклонений будет стремиться к нулю это не то же самое что не смещенность потому что не смещенность может быть если меня просто предсказывает погоду а я каким-то образом знаю истинную погоду и равна вероятность прибавляю к ней мечтают 100 градусов то оценка не смещенная а я вот всегда так себя веду сколько бы мне предыдущих наблюдений за погодой не сказали то тогда с ростом м прошлых наблюдений моя оценка лучше не становится всђ тьми смещенная бывает оценка не смещенная но состоятельная бывает смещенная состоит очень все четыре варианта состоятельности смещенности комбинации возможны и хорошую дно сп céker с крышкой хорошие они не смещены они состоятельные проблема в том что он не можем сказать значим коэффициент и незначим то есть мне можно сказать вот два из семь это похоже на ноли и не похожи. Вот этого мы при гетероскедастичности по умолчанию лишены. И, соответственно, есть возможность с этим побороться. Способ борьбы состоит в следующем. Способ борьбы. Борьба. Борьба с гетероскедастичностью. Я правильно понимаю, что содержательное означает, что есть еще какой-то фактор, который определяет разброс нашего признака, но мы его не учли в реврессии. Правильно? То есть есть еще какой-то ключевой фактор, который разбрасывает их на какие-то группы. Ну, например, да. То есть, который определяет дисперсию остатков. Да. И еще какой-то важный фактор. Ну, ответ естественный, как бы. Но просто мысль такая, что его мы можем не знать и никогда не узнать. Но можем сначала попробовать включить еще какую-то перемену, и посмотреть еще раз на распределение остатков. Верно или нет? Сейчас. Погоди. Сейчас. Вперед к латматике. Не-не-не-не. Это верно мысль, что нам важно. Бывает вот чистой воды гетероскедастичность, а бывает то, что как бы признается гетероскедастичностью, но на самом деле гетероскедастичностью в чистом виде не является. Сейчас я поясню мысль. Сейчас я... Сейчас я попробую сказать. Значит, давай... Или лучше... Давай я пока вот... Пока уберу. Вот представим себе вот истинную гетероскедастичность. Вот в том смысле, как она есть. Что она говорит? Она говорит, что вот есть какая-то линейная зависимость. Вот она, моя линейная зависимость. Y, мат ожидания от Y-китова при условии X-китова. Ну, там β1 плюс β2 на X-кит. И истинная гетероскедастичность говорит, что зависимость линейная, но просто разброс остатков, вот от этой... Разброс наблюдения от этой прямой, вот здесь небольшой, а вот здесь большой. Вот. Но центр разброса вот все время напрямой. Это сейчас мы про гетероскедастичность. Да, это мы сейчас про гетероскедастичность. Что зависимость линейная, но есть... Вот какой-то... Вот здесь вот так они, а здесь вот так. Да, здесь они сильно разбросаны. Вот когда аптека большая, ну, как бы вот там может быть большая... Большие колебания прибыли гораздо больше, чем там у маленькой. Колебания любого показателя у большой аптеки будут больше, чем у маленькой. Ну, не, ну, можешь там, конечно, какой-то показатель придумать, и такой... Как у меня, что простая закупка, если объем у нее, она торгует на 500 тысяч, то она и закупает все время 300, 500, 300. Если она торгует на 30 миллионов, то она закупает то 10, то 60. Да, да. Вот. А есть, соответственно, явления, которые можно принять за гетероскедастичность, но которые, наверное, в чистом виде назвать гетероскедастичностью трудно. Это, скорее, нелинейная спецификация модели, или другой выбор. Ну, вот, то, что можно принять за гетероскедастичность, ну, вот, как сказать... Я бы не сказал, что она важная, может быть, близкая, по сути. Ну, давай, близкая, близко к гетероскедастичности. В гетероскедастичности лежит нелинейная спецификация модели. Лежит нелинейная спецификация. В каком смысле? Ну, вот, представим себе, что зависимость имеет вид... Ну, вот, зависимость на самом деле... О, она... Так, пошла, да? То есть, при определенном доходе уже, как бы, стабильная у нас... Не-не-не, представим себе, что на самом деле y и т... Ну, представим себе, что мы от ожидания y и т при условии x и т, что оно там равняется... Ну, или что-нибудь, что y и т равняется экспонентом от β1 плюс β2 x и т плюс ε и т. Представим себе такую ситуацию, что y и т это экспонент, так, линейной модели. То есть, на графике зависимость будет другая. Если я нарисую график тот же, васяк, что-то я осенью подписал, это не комментирует, конечно. Ну, здесь стандартный, если вы не стыкать, мне можно оправдать. Соответственно, при экспоненциальной зависимости у меня среднее будет как-то вот растение. И поскольку я заказал экспоненциальную зависимость, то хотя на самом-то деле дисперсия ε и т у меня постоянно. То есть, вот здесь я... Вот если я здесь напишу, что y и т равно β1 плюс β2 x и т плюс ε и т, вот здесь дисперсия ε и т не зависит от x, и даже если x известна, то на σ квадрат... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, зависит как раз наоборот. Ну, какая-то... f от x и т. Вот. Вот она расширяется, дисперсия x. Окей? А здесь я предположу во второй модели, что на самом деле остатки ε и т гомоскедостичны. То есть, я предположу во второй ситуации, что дисперсия ε и т при условиях сах равна σ квадрату. Я предположу другую форму модели, но остатки ε и т будут с одинаковой дисперсией. Просто из-за того, что берется экспонента, мы же знаем, что экспонента, она ведет себя... Она маленькие числа чуть-чуть растягивает, а большие сильно растягивает. Ну, то есть, если я возьму разницу между экспонентой двойки и экспонентой тройки, она отличается... Ну, сколько? Экспонента двойки это там... 10, да? Ну, и ты смотришь. Экспонента двойки. Экспонента двойки. Вот. Это 7,5, да? А экспонента от тройки это 20.